14 рассказ из серии сибирские рассказы дмитрия мамина сибиряка серия делается только при поддержке слушателей огромное вам спасибо все рассказы этой замечательной классической серии можно послушать на youtube-канале актер костя суханов в отдельном плейлисте приятного прослушивания поехали дмитрий мамин сибиряк серия сибирские рассказы оборотень весь округ белых ключей был взволнован дерзостью совершенного преступления даже на таких бойких промыслах где не без греха то есть ежегодно совершались убийства настоящий случай произвел особенное впечатление убили среди белого дня нового приискового поверенного компании наследников апрелева положим убили в лесу но вся обстановка преступления говорила об отчаянной смелости разбойников дороги шли ехали с одних промыслов на другие дорога вообще была бойко и людная арсютки на дело решили все в один голос некому а кроме его арсютка был в своем роде приисковый герой он давно уже ходил в семи душах то есть судился за убийство семи человек и приговорен был к бессрочной каторге он был родом из белых ключей и время от времени являлся на родину где его ловили представляли по начальству а затем он уходил на каторгу чтобы но в некоторое время выворотиться обратно все к этому привыкли а становой иван палыч имевший резиденцию в белых ключах как центре целого золото промышленного округа не без самодовольства говорил когда проходил новый слух о возвращении арсютки ничего пусть погуляет а моих рук ему не виноват четыре раза его ловил у меня кошка с когтями не пройдет мимо до золото промышленная система белых ключей была заброшена далеко за север урала и занимала площадь не в одну тысячу верст селения были разбросаны на большом расстоянии даже колесные дороги были не везде а сообщение проходило летом по рекам и лесным тропам зато зимой везде была дорога открытые лет двадцать тому назад золотые промыслы очень оживили этот край появились временные поселки население увеличилось благодаря приливу промысловых рабочих последние набрались по меткому выражению сбору до сосенки и представляли типичную промысловую ватагу перекочевывавшую с места на место стоило пойти слуху что где-нибудь найдено новое месторождение золото и ватага являлась попытать счастье знаменитые апрелевские промыслы переживали несколько таких периодов то они изубоживались и рабочая волна с них отливала в другие места то на них открывалась новое золото и волна приливала снова сейчас промыслы находились в состоянии такого прилива апрелевской компании было несколько поверенных с главным поверенным степаном никитичем во главе это был худенький седенький старичок с маленькими глазками и какими-то смешными густыми бровями совсем уж не гармонировавшими с мелкими чертами лица не может быть говорил степан никитич когда на промыслах случалось окази отчего ж меня не убивают да слава богу двадцать лет вожу и золото и деньги и все знают когда я еду а вот жив никто еще пальцем не тронул я батюшка старый приисковый волк я и арсютку сколько раз видал да с убитый поверенный черняков только недавно поступил на службу в компанию и был командирован в екатеринбург за получением из банка довольно крупной суммы для расчета рабочих очевидно его поджидали на дороге на и убили наповал выстрелом из засады им щек убежал в лес бросив лошадей на дороге убийцы похитили сумку с и скрылись чернякова нашли мертвым в экипаже это был еще совсем молодой человек лет 30 марсютки на работа уверяли все отчаянный человек одним словом неделю за две до убийства уже ходили слухи что арсютка вывратился с каторги и что его видели но кто видел и где оставалось неизвестным потому что все боялись отчаянного человека которому было все равно ну и народе столько возмущался становой иван палыч бояться разбойника да ведь у него не две головы а что он убил чернякова так это верно по работе видно в белых ключах проживала еще мать арсютки больная полуслепая старуха арсютка каждый раз ее навещал на старуха молчала даже иван палыч не сердился на нее что ж поделаешь для нас арсютка разбойника для нее сын объяснял он об арсютке продолжали ходить самые упорные слухи кто-то его встретил на дороге потом его видели в покосной избушке потом он просил у кого-то хлеба и так далее и так далее все эти слухи иван палыч принимал за личное оскорбление помилуйте какой же он становой если разбойник арсютка ходит у него под носом и нисколько его не боится да и перед апрелевской компанией совестно потому что убитый черняков вез с собой больше двадцати тысяч и все эти деньги достались арсютки а тут еще степан никитич подзуживает положим старый друг и приятель а все-таки обидно главное управление апрелевской компании помещалось в белых ключах рядом со становой квартирой по вечерам когда работа кончалась степан никитич выходил на крылечко и кричал иван палыч раз за гранем иван палыч в это время пил обыкновенно чаю открытого окна и отвечал да что то аппетит нет на карте степан никитич боишься остаться без трех как прошлый раз ах ты старая кочерыжка нужно сказать что иван палыч очень любил играть в карты но считал своим долгом немного поломаться все-таки как хотите он начальство чиновник а степан никитич хоть и главный поверенный но все-таки служит по вольному найму иван палыч что ж ты а слышался голос степан никитича и гаврила федот чушь идет иван павлович грузно поднялся надел летний китили с недовольным видом отправился в контору ну вот и я хмуро заявил он появляясь на террасе конторы где уже был поставлен столик с закуской гаврила федотыч промысловый бухгалтер мрачный молчаливый господин разбирал карты ну вот ну вот бормотал степан никитич играя бровями надо поломаться а хорошо не я тебе объявлю большой шлем нужно сказать что игра в карты в белых ключах происходило при некоторых особенных условиях дело в том что белые ключи засели в болоте и летом не было житья от так называемые мошкары это маленькое насекомое почти едва заметная отравляла всем жизнь ничтожная по величине мушка лезла в глаза уши рот нос и прибольно кусалась у людей непривычных с чувствительной кожей в один день лицо превращалось в пузырь единственным спасением от этой мошкары служили смолокурки то есть железные коробки в которых тлело смолье пускавшие струю едкого дыма конечно было неприятно дышать таким дымом кашлять от него чихать и проливать слезы но все-таки из двух зол это было лучшим в июльские жары на рабочие носили такие смолокурки на поясах особенно надоедала мошкара вечером когда собиралась на огонек степан никитича была устроена специальная смолокурка для игры в карты которая и ставилась под карточный стол так что игроки все время находились в дыму ну вот и отлично радовался степан никитич когда на террасе показалась грузная фигура ивана палча у нас и смолокурка готова по бычью перед игрой немного выпили и закусили время наступает ночное нужно зарядить для безопасности шутил хозяин а то еще арсет к того гляди напугает иван палыч нахмурился на ничего не ответил обладая веселым характером старик иногда перешучивал сели играть в преферанс из-под стола так и валил дым но приходилось терпеть бухгалтеру везло как всегда и иван палыч начал сердиться и рисковать а вот мы вашу даму по усам иван палыч по усам выкрикивал степан никитич убивая считанную взятку выпили еще по маленькой иван палыч раскраснелся тут случилось нечто необыкновенное иван палыч сходил с короля черв а степан никитич убил его козырем да еще проговорил а мы и арсетку ползал а это уже было слишком иван палыч побагровел молча поднялся молча надел свою форменную фуражку и молча пошел с террасы иван палыч голубчик вратись умолял степан никитич напрасно стараясь удержать старого приятеля за рукав ну так сорвалось языка но его к черту арсетку иван палыч голубчик но иван палыч был неумолим и молча ушел к себе домой тогда уже рассердился степан никитич нет ничего печальнее когда рассорится два старинных друга десять лет были знакомы водили хлеб соль ежедневно встречались и вдруг нет ничего когда степан никитича спрашивали об иване палыча он с удивлением поднимал свои густые брови и говорил какой иван палыч я не знаю никакого иван палыча тоже проделал иван палыч когда его спрашивали про степан никитича и прибавлял ах да вы говорите про этого да про этого не советую вам с ним встречаться прибавьте к этому чтобы друга очень скучали угнетаемые одиночества какое общество в самом деле можно было найти в белых ключах иван палыч дошел до того что по вечерам дулся в шашки собственным письмо водителем а степан никитич играл на флейте и нужно отдать ему справедливость прискверно играл хуже всего было то что им приходилось встречаться по делам службы и они вынуждены были разыгрывать комедию старой дружбы чтобы не подавать соблазна подчиненным а виновник этой глупой ссоры арсютка продолжал бегать его продолжали видеть в разных местах даже за раз в нескольких местах иван палыч поклялся его поймать и налетал орлом по первым слухам на арсютка ускользал у него из-под самого носа с отчаянной дерзостью главное что было обидно денег у арсютки было достаточно ну и шел бы с богом на все четыре стороны так нет засел в белых ключах даже по ночам ивану палычу спалось плохо все грезился арсютка даже начал иван палыч заговариваться встанет к окошку погрозит кулаком на приисковую контору и бормочет я тебе покажу арсютку старая кочерыжка за ухо к тебе на двор приведу степан никитич скучал особенно по вечерам так бы и позвал иван палыч или сам пошел к нему раз-два он машинально подходил к становой квартире и даже поднимался на крылечко а потом отплевался и торопливо уходил к себе домой чтобы как-нибудь убить время он начал частенько уезжать на другие прииски где можно было провести время в компании раз он отправился на прииск говорливый где жил доверенным егоров которого была жена анна сергеевна великая мастерица делать пельмени день задался дождливый дорогу развезло грязью и пара лошадей с трудом тащила легонький плетеный коробок верстах шести от белых ключей попался какой-то мужик с котомкой за плечами как ходят приисковые рабочие он сидел на пеньке перевязывал ногу когда плетенка поравнялась с ним мужик поднялся снял шапку поклонился и проговорил степан никитичу доброе здоровье а ты как меня знаешь кто ж тебя не знает степан никитич одним словом благодетель все за тобой сидим как тараканы за печкой кучер остановил лошадей чтобы поправить сбочившуюся дугу мужик показал глубокую рану ноги и проговорил довез бы ты меня степан никитич все равно один едешь а мне по пути степан никитич понюхал табаку и пожалел промыслового человека словный такой мужик сейчас видно свою приисковую косточку ну садись на козлы как-нибудь доедем пригласил степан никитич на вашей работе ногу то извел степан никитич мужик перевязал свою ногу на скорую руку и взмостился на козлы кучеру очевидно было неприятно вести лишнего человека и он что-то ворчал себе под нос налга вашего брат тут шляется всех не перевозишь еще лошадей пересобачишь поехали степан никитич любил дорогой по балагурить и подробно расспросил мужика откуда он идет куда и зачем тот отвечал все как следует быть и в заключении попросил покурить цигарочку табаку я не курю а вот понюхать можешь предложил степан никитич и прибавил посмеиваясь и прищелкивая пальцем по крышке табакерки хе-хе это братец у меня оборона против разбойников ведь всю жизнь с деньгами по лесам езжу а напади разбойник я ему в глаза и брошу щепотку табачку хе-хе-хе пока он будет чихать да кашлять меня и след порастыл и арсютки не боишься и арсютки не боюсь я ему прям всю морду табаком залеплю я ведь не иван палыч хе-хе-хе-хе ай ты какой лукавый степан никитич смеялся мужичок покачивая головой потом он прислушался и сказал степан никитич а ведь за нами погоня какая погоня а иван палыч со стражниками гонится за арсюткой значит его видели где-нибудь поблизости самый бы раз тебе степан никитич теперь его табачком своим посыпать действительно это была погоня и степан никитич только подивился какое у мужика чуткое ухо погоню гнал сам иван палыч в сопровождении четырех своих стражников экая подумаешь арсютки честь заметил мужичок он-то один бежит пешком а за ним пятеро верхом гонится нагнал он холоду иван-то палычу погоня летела на полных рысях иван палыч издали узнал плетенку степан никитич и про себя обругал старую кочерыжку которая шляется в такую погоду по промыслам по пути иван палыч сообразил что старикашка едет именно есть пельмени к анне сергеевне вот лукавый старичонка обругал он его про себя увидав сидевшего на козлах мужика иван палыч только улыбнулся ээээээээээээээ степан никитич все хвастался что не боится арсютки а сам теперь с обережным ездит вот так храбрец ах ты старая кочерга вот тебе король червь «Смеется, видно, последний! Ха-ха-ха-ха-ха!» Догнав Степана Никитича, Иван Павлович сделал вид, что не узнал его и даже отвернулся. «Э-э, пусть чувствует, старый колдун!» «Ишь, как гордится, Иван-то Павлович!» — заметил мужик на козлах, передвигая свою шапку с уха на ухо. «И тебя не хочет узнавать, Степан Никитич!» «Ах, с ним!» — смиренно ответил Степан Никитич и угнетенно вздохнул. Плетенка до прииска говорливого тащилась уже часа три, и Степан Никитич даже пожалел, что поехал в такую даль за семь верст киселя хлебать. Когда вдали показалась приисковая стройка, сидевший на козлах мужик остановил самовольно лошадей. «Ну, Степан Никитич, спасибо тебе, что подвез, да и от погони укрыл!» Степан Никитич ничего не понимал и молча смотрел, как мужик спустился с облучка, поправил свою котомку и снял шапку. «Спасибо, говорю!» — продолжал мужик. «А встретишь Ивана Павловича, так скажи, что, мол, Арсютка тебе поклон прислал!» «Что? Да ты! Я есть самый Арсютка! Аль не узнал, Степан Никитич! Ну, а теперь прощай!» Арсютка повернулся, перепрыгнул дорожную канаву и быстро зашагал к ближайшему леску. Степан Никитич выскочил из экипажа и нистово закричал. «Держи его, разбойника! Арсютка, стой! Кучер, держи его!» «На, ступай-ка сам и подержи его!» — спокойно ответил Кучер, почесывая в затылке. «Он тебе покажет!» «Параул, батюшки, держите!» — орал Степан Никитич, бегая около экипажа. «Арсютка, стой!» Когда Арсютка скрылся в лесу, Степан Никитич накинулся на Кучера. «Ты! Ты ведь его узнал, а?» «Конечно, узнал!» «Так чего ж ты все время молчал, негодяй, а?» «У меня и не две головы. Рядом сидели, ну, как пырнет ножом в бок. Ты его сам посадил, Степан Никитич, твой ответ!» «Я? Ах ты! Да я! Я!» На говорливый прииск Степан Никитич приехал в страшном волнении. Как на грех, Иван Павлович сидел в приисковой конторе и пил чай. Все страшно переполошились, когда Степан Никитич рассказал о случившемся. Кроме Иван Павловича, который довольно ядовито заметил. «У страха глаза велики, Степан Никитич! Тебе просто поблазило от древности твоих лет!» «Мне? А кучер?» «Вот твой кучер просто дурак! Если он будет болтать глупости, так я его велю выдрать!» «Это приключение сильно подействовало на Степана Никитича. Старик как-то сразу опустился, начал всего бояться, прислушивался по ночам к малейшему шороху и по секрету всем сообщал. «Это был оборотень! Он по душу мою приходил!» «Да!» Вообще человек рехнулся. Через полгода Иван Павлович поймал Арсютку, устроив облаву в лесу. Степан Никитич был вызван в качестве свидетеля, но не признал в Арсютке того мужика, которого вез на козлах. «Да ты погляди на меня хорошенько, Степан Никитич!» Дерзко говорил Арсютка. «Еще тогда меня табачком угощал!» «Нет! Ты оборотень!» Повторял Степан Никитич. Дорогие друзья, напоминаю, что все остальные рассказы из серии «Сибирские рассказы» всегда можно послушать на YouTube-канале «Актер Костя Суханов» в отдельном плейлисте, а также на других официальных ресурсах, где я сам официально выкладываю эти книги. Огромное спасибо за поддержку! Мой дорогой слушатель, ты именно тот человек, для которого я прочел очередную аудиокнигу. Естественно, как всегда, с любовью и уважением. Ни для кого не секрет, что мы делаем аудиокниги бесплатно. Мы – это ты и я. Только благодаря твоей поддержке это и возможно. Отдельное огромное спасибо тем, кто позволяет мне зарабатывать, озвучивая рекламу или поздравления, или даже оплачивая производство целых книг. Таким образом, мы оставляем свой след в истории, ведь книги вечны. А все желающие могут послушать книги действительно хорошего качества абсолютно бесплатно. Я получаю огромное количество благодарности от людей с ограниченными возможностями, которые не могут позволить себе оплачивать, но благодаря нам, тебе, мне и остальным людям, которые хотя бы 10 рублей не пожалели на производство новой книги. Я абсолютно каждому действительно от всего сердца благодарен и посылаю свою добрую энергию. Каждая копейка идет в дело. Ничего не расходуется просто так на праздное удовольствие. У всех разная мотивация. Кто-то помогает мне с мамой и шлет ей добрые приветы. Кто-то и не знает об этой ситуации, да и ни к чему. Каждому огромное спасибо. Поддержать выход новых аудиокниг, стихов очень просто. Любая посильная помощь. Перевод по номеру телефона Плюс 7 901 715 27 88 Плюс 7 901 715 27 88 На Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Банк, Юмани. И для жителей всего, абсолютно всего земного шара, Несмотря ни на какие политические обстановки, всегда работает Бусти. Там вы не только можете послушать и скачать аудиокниги, они бесплатны для всех, но и поддержать меня как исполнителя. Ссылки есть всегда на всех официальных ресурсах, где я выпускаю свои книги. Плюс семь, девятьсот один, семьсот пятнадцать, двадцать семь восемьдесят восемь. Номер телефона, по которому можно отправить перевод. Он же WhatsApp, Telegram и открыт для общения, открыт для предложений всегда. Огромное спасибо за поддержку лайками, комментариями, на каждый из которых я отвечаю лично. Особенное спасибо, если делитесь аудиокнигами. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok